24 октября, четверг, и этот день не подходит для крупных финансовых операций, деловых переговоров, подписания крупных контрактов, наймы сотрудников, покупки или продажи недвижимости или авто, но благоприятный день для начала лечения. Солнышко находится в 34.2. Умеренность, воздержание. Осторожно применяя силу, вы ослабляете сопротивление. Когда приходит успех, вы либо уважаете людей сильнее, либо теряете уважительное отношение к ним. Реализуем через 20.2. Точка зрения. Сопоставлять свои взгляды с реальностью. Вам нужно, чтобы кто-то оценил ваши беспристрастные наблюдения. Мнение со стороны приведет вас в тонус. Помимо этого, дизайн человека дает такой посыл. Надо праздновать всегда, при любой возможности, особенно когда работа выполнена хорошо. Вы обладаете мощной притягательной силой, поощряющей людей находить пути к взаимному согласию и единению. В целом, соблюдайте баланс режима отдыха и работы, но много сил для того, чтобы довести какие-то дела до конца. Не перерабатывайте, потому что так вы можете начать злиться. Направляйте силы на созидание и максимально фокусируйте внимание. Очень важно занять себя полезными делами, так вы будете чувствовать отдачу от процесса и на других будете производить приятные очарования. К тому же, взгляды многих будут обращены именно к вам. Могут просить помощи, видя в вас человека-спасателя. Может захотеться уединения или спрятаться в каком-то укромном месте. Следите за здоровьем и телом. Не забывайте отслеживать свое состояние в текущий момент. Хорошую разрядку можно получить в интимной близости. В этот день можно удовлетворить многие фантазии и остаться довольным. Но важно, чтобы это был действительно близкий человек. При этом это четверг, день Юпитера. И, наконец, Юпитер перестал быть ретроградным. Финансовое планирование будет идти более предсказуемо. Возможно, что встречи с нынешними или потенциальными супругами, наконец, будут осуществлены и принесут радость, счастье и изобилие. Если у вас лежал вопрос, связанный с браком или переездом, какие-то судебные дела, все начнет разрешаться благополучно. Женщины, если мужчины вас раздражали, то как по мгновению волшебной палочки, они перестанут это делать. Вдохновляйте мужчин, чтобы они вас ценили. От женщины, которая вдохновляет мужчину, он никогда не уйдет. Но это не должна быть игра в одни ворота. Мужики, тоже не расслабляйтесь. И даже после начала совместного зажительства, ЗАГСа или рождения детей, старайтесь добиваться свою женщину. Не теряйте искорку, которая была в самом начале отношений, и не уходите чрезмерно в рутину. В этот день очень важно никого не осуждать и не критиковать. Рами Блэкт говорит о том, что тот, кто критикует, берет на себя негативную карму человека, которого критикует. А у критикуемой особы дела могут пойти в гору. Даже в школьные или институтские годы многие говорили, поругай меня, у меня сегодня экзамен. И в итоге щеки красные, а экзамен сдан. Так это работает. Особенно важно не осуждать своего учителя, потому что он дает ценные знания и опыт. Оскорбление гуру является одним из самых сложных моментов для собственной кармы. Развиваем щедрость. Хорошо заниматься благотворительностью. Деньги, за которые отвечает Юпитер, любят непривязанность. Но важно не путать щедрость с транжирством. В этот день благоприятно читать книги, особенно духовную литературу. Делиться какими-то знаниями, опытом, который может быть применим в жизни. Учиться или учить, но не поучать. Очень хорошо по четвергам проявлять помощь и брать покровительство над женщиной. Мамой, женой, бабушкой, незнакомой женщиной. Потому что Юпитер это наставничество и покровительство. Когда мужчина помогает женщинам, его Юпитер усиливается и усиливается его мудрость. Полезны любые действия, обращенные на благо других людей или предпринятые ради повышения уровня сознания во всем мире и не связанными с принуждением или гневом. Хороший день для принятия важных решений. Благоприятно дарить подарок своему учителю, например, желтые цветы. Это может быть школьный учитель, институтский или какой-то человек, который у вас ассоциируется с образом наставника. Хорошо заниматься благотворительностью, особенно связанной с учебными заведениями или детьми, потому что Юпитер – показатель детей. Занимайтесь духовными практиками, медитациями, йогой, читайте молитвы или мантры, следите за чистотой речи, потому что Юпитер связан и с речью, и в том числе с питанием. Поэтому все, что мы едим, сказывается на нашей печени, ожирении и возможности привести к сахарному диабету отчасти. Потому что Юпитер символизирует гуру, учителя, духовного учителя, и очень часто это образ существа или человека, которого есть такой животик. Потому что он не создан для физического труда, он умный, мудрый и делится, и он не так много двигается. Но мы стремимся к самым позитивным энергиям Юпитера – это постоянный здоровый оптимизм, уважение, честность и искренность, непривязанность и независимость от денег. Регулярность и последовательность духовной практики, полный отказ от азартных игр, внимательное отношение к своим словам и поступкам, отсутствие критики и осуждения других людей, как в уме, так и в словах. Старайтесь выражать теплоту не только внутри себя, но и вербально, а также своими руками. Обнимашки приветствуются. Юпитер находится в 25.1. Любовь. Жить без скрытых мотивов. День искренности. И это первые лунные сутки. Это особенный день, когда на Землю приходят самые чистые и светлые энергии. Их мощный поток буквально льется на нас с небес. И это энергия особенного свойства. Их лучше направлять не на активные действия, а на то, чтобы наполнить силой свое намерение. Символ этого дня светильник, как фонарик Афина, древнегреческая богиня мудрости, математики, цивилизации, искусства и разума. Это рождение – основа всего последующего месяца. От того, как вы его проведете, будет зависеть ваше будущее на текущий месяц. Отключитесь от суеты. Начните строить конкретные планы. Мысленно рисуйте результаты своих действий. В деталях представляйте то, что хотите получить в течение месяца. А космические силы помогут вам это материализовать. Все, что задумано в этот день, имеет большие шансы сбыться. Первый лудный день благоприятен для творческой деятельности. Своими делами лучше заниматься в одиночку, без постороннего участия. Это день воздержания, сосредоточенности и размышлений. Ищите новые планы, задумывайте новые проекты, но пока не осуществляйте. Любые мысли в этот день способны очень быстро материализоваться. Поэтому нельзя думать о плохом и беспокоиться о будущем. Хороший день для формирования нового мировоззрения. Свидания не принесут ожидаемой радости, знакомства сегодня излишне. Не лучший день и для сексуальной активности. В момент перенастройки гормональной системы и корректировки энергопотоков нежелательно вторжение в их работу. Проведите время с возлюбленными в интимных беседах. Расскажите что-то сокровенное, откройтесь друг к другу. Поделитесь желаниями и предпочтениями. Также это не лучшее время для посещения каких-то шумных мест. В плане хозяйства сил маловато для ремонта или перестановки. Также и со здоровьем, поэтому не перенапрягайтесь. Можно заняться лечебной физической культурой и профилактикой поддержания иммунитета. И можно сделать практику на первые лунные сутки, которая прикреплена в описании к видео. Луна переходит из созвездия Ануратха в Джиештху. Начало дня как сближение и мягкость, проработка финансового планирования, поведение в команде, организация людей. А после 17 часов по Москве могут быть уже активные действия по достижению запланированных действий. Если вам нужно к врачу, сходите лучше в первой половине дня. В целом день, который можно посвятить заботе о семье и в первую и второй половине дня. Настрой на день, я освобождаюсь от злости, накопившейся в моей душе. Я расстаюсь со всеми прежними обидами, разочарованиями и потерями. Я знаю и чувствую в себе способность изменить свою жизнь. Обретая свободу и исцеление, я как птица феникс взмываюсь. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас в радости, легкости и великолепии. Не забудьте поставить лайк.